Хочется сегодня всех искренне поблагодарить за участие в летнем лагере для детей и подростков. В этом году, конечно же, мы хотели бы что-то сделать для нашей молодежи от 16 до 25. Но с нашими событиями, которые у нас есть, не очень-то и возможно сделать в этих реалиях для молодежи то, что бы хотелось реально для них сделать. Потому что для молодежи, кроме проектов, которые у нас вообще есть, каждый шаббат, после нашего шаббата у них молодежный шаббат идет, у них, конечно, еще физическая такая нагрузка. И прославление, поклонение. Видите, что наша группа прославлений, она обновилась. Сегодня у нас в основном вся молодежь служит. И, конечно же, мы хотим, чтобы наша молодежь поучаствовала. И, конечно же, я надеюсь, что в этом году мы сделаем проект, общий проект для города, для молодежи, потому что должно быть наставление. Хотелось бы, конечно, сделать интерактивный отдых для молодежи, потому что им нужно отдыхать. Но я также хочу сделать благодарность за эту неделю не только всем тем, кто работали на благо лагеря. Потому что у нас очень много подростков, детей и подростков. Я расскажу почему. Они из, многие из них из территории Херсона. И то, что у нас в лагере происходит, это очень уникально. И наши люди очень-очень в этом вовлечены. Но также хочу поблагодарить и тех, кто за всех нас молится. Ваша молитва – это очень важная тема вообще для здравого учения и для здорового лагеря. Неделя весьма активная и результативная. Знаете, результат какой? Дети, которые приехали, были сжаты. Которые, ой-ой, что я здесь делаю? Здесь хочу домой. Вдруг на второй день сразу звонят маме и говорят, мама, я остаюсь дальше. Она говорит, ну надо платить. Говорит, ты поговори с папой. Раз это сад. А мне рассказывают люди, которые стоят рядом. Звонят. Мама, ты поговорила с папой? Найдите денег. Я хочу остаться на следующие еще на 4 дня. Результат есть. Первое. Дети требуют свое. Да, они всегда-то добиваются. А второе. Они хотят быть там, где есть любовь, отношения, где есть хорошо покормить. Да, Марина? Ты у нас ответственна за кормление детей. И они просто, просто в таком захвате от всего того, что происходит. Я, знаете, думая о подростках, и всю неделю я туда приезжаю и уезжаю. Мы вчера провели эра в шаббат. Для всех, кто был в лагере. Для всех-всех-всех-всех людей, которые были в лагере. Для очень многих из них, этих людей, детей, этот опыт шаббата был впервые. В первую очередь, потому что понятно, что они из Херсона и не из еврейских семей. Большинство из них. Мы сейчас в данной ситуации не делим евреи, не евреи. Мы весь один народ из Украины. Живущие, проживающие. И вдохновляющиеся вообще здесь, в Украине. И, знаете, вот я смотрел на все это и понимал, что подростковая тематика, это, наверное, самая сложная тематика. А возраст, который формируется, сложно впечатлить словами или примерами. У меня был один вечер. И я понимаю, что я говорил к подросткам. Именно подросткам. Дети это одна часть. А вот подросткам это совсем другая часть. Потому что как раз в это время формируется их сознание, их физиологическое положение, чувство, переживание. И я понимаю, что некоторые вещи, примеры собственной жизни к ним не доходят. Это, знаете, как в рассказе. Как мама кричит на подростках, говорит, твои дела, то, что ты делаешь, меня седую делают. Посмотри, моя голова вся седая. Три поступки. Она посмотрела на бабушку, подростка и говорит, теперь понятно, почему бабушка вся съедая. Мы в реальности подростков, ну, я посмотрю на них, и я понимаю, что я не могу им донести какие-то вещи. Там кто-то на шаббате спросил, я с Татьяной сижу за столом, и кто-то спрашивает, а вы пара? Я говорю, еще какая? Потом кто-то спрашивает меня, сколько вам лет? Я говорю, 56. Они говорят, а столько не живут. Я понимаю, тематика очень серьезная. Я как тот Аввакум, который Писание говорит, да, 2 глава, 1 стих. Встал я на дозор и стоя на сторожевой башне, сматривался, что увидеть, что Господь скажет мне, что ответить на мои жалобы. Я приезжал в лагерь и наблюдал, честно, я наблюдал, наши все работники или там наши, буду говорить так, люди, которые участники этого события, они первый раз увидели меня не совсем активным. Наверное, удивлялись, что-то у вас с лицом не то, вы что-то устали. А я понимаю, что объяснить им, что я стою на страже для того, чтобы понять, что говорить подросткам, потому что до них не доходят какие-то вещи. И я понимаю, вот Аввакум тоже, наверное, стоял, и, наверное, какие жалобы. Моя жалоба была, что говорить, Боже, что говорить. Им все это как бы мимо ушей проходит. Я выслушивал жалобы подростков о ситуации в Херсоне для многих, которые приехали. И кто-то гордился, что он там живет, что слышит все, что происходит. Герои такие летают, над нами тоже летают. Я когда говорил, проповедовал, там девочка посидела в телефоне и говорит, ну я сказал, что неделька была сложная, то есть взрывы и так далее, она говорит, ай, у нас каждый день летает. Я понимаю, на эмоции не подавишь никак. Это у нас еще где-то может слезу пустить и все. А с ними это не проходит. Кто-то злился, кто-то боится, вообще боялся, и слава Богу, что уехал, говорит, да, кто-то плюет на все. Да, как будет, так и будет. Сложные отношения с родителями у многих. У многих папы на передовой, да, и постоянно за них переживают. Кто-то злится на отсутствие рядом тех, с кем дружили до войны, потому что они поуезжали, полгорода пустых. И самое сложное слышать это безразличие к Богу, вере и церкви. Вот когда с ними общаешься, безразличие к Богу вообще как реальность, что Бог есть. Я понимаю, у них формируется только их мировоззание, да, их чувства, переживания, гормоны и так далее. И там, и это нужно было в каких-то вопросах разбираться там всех. Кто-то не там спит, кто-то там и ушел, кто-то не спросил, кто-то еще. Это подростковый такой, не знаю, пофигизм, не знаю, как еще сказать. Эти слова я в разуме... А? Не знаю. Но сама суть, что у них безразличие вообще к вере, безразличие к церковной жизни. Или там кто-то там ходит или не ходит, кто-то видит батюшек или церкви, или где-то в другие общины. Как я уже говорил в прошлый раз, что война ставит свой рубец на теле нашего общества. Причем такой жирный рубец, и нам всем будет это заметно. Раны может и зажить. Придет какое-то умиротворение. Наверное, не восстановится такая удивительная дружба с Запоребриком, или там с восточной частью бывшего Советского Союза. Но я думаю, что какие-то отношения все наладятся. Это не без этого. Но рубец войны он останется. Шрамы мы будем видеть в жизни наших детей и наших семей. И этот лагерь как раз уже указывает на эти шрамы, на это безразличие, на эту ситуацию. На пути домой, обратно, на перекрестке подошла пожилая женщина ко мне, к машине, прося помощь для внучки. И тут я понимаю, что вот она боль. Боль поколения, которая прошла или выросла после Второй мировой войны. Боль, которая терпит ради тех, кто должен выжить, вырасти и строить будущее. Бабушка просит за внучку, чтобы ее вылечить и пройти реабилитацию. Борьба той, которая после войны понимала, какой рубец оставила война на жителях постсоветского пространства. И видя все это, она ради будущего внучки просит. У меня в машине была копилка с ДК. Я туда всегда складываю, как, знаете, когда дают монеты. Я не люблю, когда в кармане монеты торчат. И я их всегда сбрашиваю себе в копилочку. У меня прямо в машине стоит. И я их использую для нуждающихся. В этот момент я понимаю, что сегодня шаббат начался. И мне нужно, как бы, выполнить одну из митсвы. Да, митсвы это заповедь или как-то, или предание, или же какая-то. То, что мы делаем. Помогаем нуждающимся. Я протянул ее целую копилку. Она стала просто в каком-то шоке. Она сначала протянула вот так, чтобы я ее высыпал. Я говорю, да нет, возьмите все. Она сначала в шоке. Она такая, большая, банка у меня такая. И она замкнулась. И потом говорит, вам спасибо. И она в шоке. Я понимаю, что это время как раз вот время того тематика, которую называют щедрость. Щедрость во время событий. Наша с вами щедрость может быть не только финансовая. Наша щедрость может быть открыта для людей во всей полноте. Это щедрость и неограниченная способность, которую Бог дает в своем характере для нас. Потому что Бог, он щедрый ко всем. Ко злым людям, к праведным. Солнце встает и дождь падает. На тех и на других. Лукат 6 глава 35 стих говорит. И благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего. А дальше знаете, что написано? Ибо он благ и к благодарным, и к злым. Бог благ. И если мы формируемся в характер Божий, то, наверное, щедрость и благосклонность к событиям, к людям, к ситуациям, должна быть максимально открыта для нас. У меня есть старый приятель. Раби из Хусса. И Барух часто мне высылает всякого рода хохмы. Давайте его переписываемся. Но не подумайте, что хохма это только лишь юмор какой-то или сарказм. Ведь хохма это еще и мудрые высказывания. И он мне прислал позавчера это высказывание. И я как раз хочу, чтобы... И вам говорите, и, наверное, как и подросткам расскажу, потому что я готовился к более подростковой части моего послания сегодня вечером на шаббат, который будет в Черноморске. Притча 20 глава, 11 стих. Можно узнать даже о отрока по занятиям его. Чисто ли и правильно ли будет поведение его. Можно и отрока, и можно и подростка узнать по занятиям его. Чисто ли или правильно будет поведение его. По событиям, которые у этого человека. И он приводит дальше одну историю. Купец... Купцу нужен был мальчик для мелочной лавки. Он напечатал объявление. И на другой день к нему пришли несколько подростков. Купец, не задумываясь, сразу выбрал одного мальчика. Знакомые спросили купца, почему он так скоро выбрал именно этого мальчика. Купец ответил. Входя в помещение, мальчик этот вытер ноги. Закрыл тихо за собой дверь, что показывает его любовь к порядку. Он встал со стула при входе хромого и предложил ему сесть на свое место. Это означает его доброту и учтивость. На мои вопросы он отвечал быстро и почтительно. Здесь видна его рассудительность. Я уронил книгу на пол. Он тотчас поднял ее и положил на стол. Он не толкался, не пролазил вперед, но спокойно ожидал своей очереди. Одежда его была чистая, волосы причесаны, лицо и руки были чисты. Вот поэтому-то и выбрал этого мальчика из всех, сказал купец. Каждого человека можно узнать по его труду, по работе, поведению и словам. Жизнь есть труд. Труд есть жизнь. Чем больше любви к работе, тем быстрее мы находим ее. Друзья, кто ищет работу? Вы должны быть трудолюбивы, да? Чем больше вас желание работать, тем быстрее работа находит вас. Трудолюбие – это склонность человека постоянно делать что-либо полезное. Каждую работу следует начинать с охотой, с усердием продолжать и с благодарением оканчивать. Поведение – это зеркало, в которое каждое существо показывает себя. О дереве можно судить только по его плодам, а о человеке – по его поведению. Голос поведения громче голоса слов. Слова учат, поведение убеждает. Слово есть образ мыслей, выражающих нашими чувствами. Следовательно, из слов легко можно познавать внутренней душе на состоянии говорящего человека. По звону слышно, каков колокол, а по речи можно узнать, каков человек. Если хотите узнать, каков человек в сердце своем, вникните в его слова, ибо от избытка сердца говорят устам. Это всего лишь мое вступление к тому, о чем я говорю. Тема «Я так же, если Бог, еще». «Я так же, если Бог, еще». Послание к римлянам, апостол Павел и Рав Шаул делают очень яркое заявление, которое раскрывает Божье сердце к каждому человеку, особенно к нам, к верующим людям. Те, кто уже узнали его. Римлянам 8 глава 30 стих. «А кого он предпределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. А тех, кого он определил, он призвал. Призванных же он оправдал». Это еще один перевод. «А оправданных прославил». Здесь не говорится, что слава какая-то особенная. Но украинскую мову, современный украинский перевод говорит следующее, тоже Бог покликав тех людей и тех, кто были покликаны, были выправданы перед Богом, а те, кто были выправданы, были прославлены. То есть, другими словами, здесь очень интересный именно мотив, здесь по украинской мове, те, кто были покликаны, кого покликав, а кого покликав, того оправдав. Другими словами, человек может выбрать, или человека можно выбрать из толпы, которая выделяется, но его можно выбрать, но если его не позвать, то человек не узнает то, что ты от него хочешь. Понимаете, о чем я говорю? У нас сегодня в обществе люди, которые хотят, чтобы их заметили, и всем своим поведением, всем, что вот среди толпы, они пытаются выделиться, чтобы их не только что увидели, а выбрали, взяли, поставили. Ну, одним словом по-одесски, выпендрешь, так прямо, из толпы хотят выделиться, стилем, одеждой, цветом волос, криками, татуировками, где-то еще в других местах, всего-всего-всего хватает, и так, чтобы их заметили. Общество кричит сегодня разными протестами жизненного стресса. Наши дети, подростки, даже мы сами, мы высказываем, мы хотим, чтобы нас заметили. Для того, чтобы нас заметили, мы делаем многие вещи. Но смотрите, у Бога нет такого избрания. Я хочу сказать, что Украину заметили. Хотя уже сегодня выясняется, что мы изо всех сил кричали о приближающей опасности вторжения. Сразу же после помораживой революции. Сегодня это узнаете из разных источников. Я вам скажу честно, вот о том, я не собираюсь врать, конечно, мне сказал мой товарищ, да, который участвовал в тех событиях четвертого года. Да, потом мы видели эту революцию, которая была в Грузии и так далее. У меня была машина, которая была на американских номерах, да. И когда мы еще были в Америке, вдруг я вижу свою машину по телевизору на грузинских всех этих вещах. Я звоню человеку, говорю, ты пользуешься машиной, тебе позволилось пользоваться. А как ты попал в Грузию? Он говорит, сегодня все возможно. Этот человек мне сказал после революции, о пармаражной революции, сказал, что в будущем нас ожидает война с Россией. Я говорю, да нет, смешно. Это четвертый год. Четвертый год. И вот, возможно, эти все события, уже тогда они уже намекали на все эти ситуации. И мы кричали тогда, помогите нам нашей безопасности. Но для Запада было важнее их жирная бизнес-сделка, чем безопасность какой-то Украины или же Грузии. Наши подростки кричат своими поведениями, в зависимости от гаджетов. Не по причине технического прогресса, а по причине своего призвания. Они фактически не знают, к чему они призваны. Для чего они живут. Какое их будущее. Зачем им вообще жить в будущем, если можно жить сейчас в телефоне. В тех гаджетах, которые у них в руках. Мы помним песню. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. А завтра, может быть, не настать. Мы же сегодня живем. Выбери меня, да? Коля Агнатюк пел эту песню еще в 1981 году на русском языке с украинским акцентом. Я когда послушал его в этот раз, я заметил, что так и да. Он с таким суржиком его спел, что можно было еще нам удивляться. Но знаете, послушайте вообще смысл, который стал аутопией для миллионов людей Советского Союза. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в звездном небе серебра Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Завтра настало, и они сразу поют. Завтра будет лучше, чем вчера. И так 70 лет. Лучше, чем вчера. Мы можем выделяться из толпы, но это не приведет к желаемым результатам. Они могут нас взять, забрать из толпы, потому что мы хотим, чтобы нас выбрали. И, возможно, приведет к большому печальному исходу. Хотя многие недолго купаются в успехе, роскоши, процветания. Но как и с Саулом, которого выбрали из толпы еврейского народа. Потому что он выделялся своей рослостью, на голову был выше всего остального Израиля. То есть, вы понимаете, на голову, не на 5 сантиметров, не на 2, подростки всегда меряются, кто выше, а на целую голову. Так что его нельзя было не забить. Он выпедрился, он выразился среди евреев, и его решили избрать царем. Но фактически не смог угодить Богу своими поступками. И был заменен на Давида, который был по сердцу Божьим. Тут важно заметить, что Бог ищет Давида. Бог ищет Давида, который не спрятался посреди своих братьев. А он был среди стада баранов своего отца. Бог ищет Давида. Бог посылает пророкам искать Давида, который был по сердцу его. То есть, Богоизбранность была по сердцу Божьему, и предназначение было Божье. И Бог ищет. Давид не искал птицу счастья с завтрашнего дня. Бог искал Давида. Есть еще одна история. История призвания и преподеления Божьего. Величайшего человека в истории нашего народа, который невозможно игнорировать. От слова абсолютно. Мы его никак не можем игнорировать, так как он является человеком, давший нам основы для жизни. Он предложил сперва покинуть Египет. Потом его до нитки обобрать. Потом вручил евреям-потиводителям счастья с завтрашнего дня. На 40 последующих лет. Он даже не смог ввести Израиль в обитованную землю, хотя все это видел. И вот этот, конечно же, человек, который невозможно игнорировать, потому что его имя осталось в Писании. И это Моше Рабейну, или же Моше. Начнем с 14 стиха исхода третьей главы. Можно почитать, да? Интересная тема. Бог сказал ему, то есть Моисею. Бог обращается к Моше и говорит, я есть тот, кто есть. И при этом добавил. Бог говорит, я есть тот, кто есть. А, между прочим, я хочу тебе объяснить, что это значит, да? Так ответится нам Израиль. То, чье имя я есть, послал меня к вам. Исход. Третья глава 14 стих. И промывал Бог до Моисея, я тот, кто есть. И додав. Так промывал сынам Израилева, я есть, послал меня до вас. Мы читаем дальше. 15 стих. Бог же так же, то есть еще. То есть здесь он говорит, добавил, додав, да? И добавил немножко. А, подождите, и еще. Между прочим, и еще. Можно сделать так. Бог так же сказал Моисею. Вот что ты скажешь израильтянам. Егова, Бог ваших предков, Бог Авраама, Бог Ицаха, Бог Якова послал меня к вам. Это мое имя вовеки. И под этим именем меня будут помнить все поколения. Украинская мова. И сказал, и еще Бог до Моисея. Или можно сказать, и еще Бог сказал. Так подожди, сегодня имя я есть или еще? И так скажи, Израилевым сынам, Господь Бог, батьки ваших, Бог Авраама, Бог Ицаха, и Бог Якова послал меня до вас. А вот это имя мое на веки, и это имя про меня с роду в рид. Поэтому я назвал послание такое. Хаэль шагагам, Бог еще. Хаэль шагагам, Бог еще, Бог так же. После того, как Моисея всячески упирался, мы не будем все пересказывать, потому что вся там тематика идет. Моисея начинается всячески упираться и объяснять, и выражать свое нежелание возвращения в Египет. Я когда читаю это, думаю, ну ты же видишь чудный кус, говорящий тебе. Чего бояться, если Бог с тобой, если Он говорит, я хочу, чтобы ты пошел. Видя такое чудесное, наверное, я бы прыгнул, побежал. Потому что, понимаешь, если кус заговорил, то все уже будет по барабану. Что-то будет уже в этом Египте. Но Моисей пытается не идти в Египет. Он находит всевозможные оправдания или высказывает свое нежелание идти. То он картлявит, то он не может говорить. Но, знаете, так вы говорите. А на сути, если подумать хорошенько, у нас СБУ часто и после суда выводит, как бы, подозрение людям на измену, да? У него выдвинутое подозрение на измене Родине. Секундочку. Он сбежал с Египта. Принц Египта, обязанности сына и дочери фараона. На него открыта охота. Взять живым или мертвым? За что? Грокнул человека. Во-первых, он убийца. Изменник Родины. Трус. Вы спрашиваете, почему он не хочет идти в Египет обратно? Он придумал себе, наверное, когда убивал того египтянина, когда убил, был и стал заикаться. Понимаешь, что ему следует? Потому что смерть за убиение египтянина. Я не знаю. Но тут я подчеркну, что Моше это абсолютно, знаете, вот, удивительная личность. Всяческие аргументы некомпетентности, чего он не может делать, Бог игнорирует. Бог убеждает Моше идти. Потому что у него есть преопределение. Призвание. То есть, кого призвал, того преопределил. А кого преопределил, того и оправдал. Как вы думаете, Бог знал, что он наделал? Оправдывает. А потом, говорит, еще посылает, чтобы прославить. Он остался у нас, наши Танахи, Библии, мы о нем читаем. Моше это... Этой встречи не искал. От слова абсолютно. Знаете, у него, как у Шевченко было, Тарас Григорьевич писал. Ему восьмидесятый уже минул, а он пасе гнята за селом. Мошенник ищет встречи с Богом. Вы слышите, нет? Бог ищет встречи с тем, кого преопределил. Ищет встречи с тем, кого призвать. Ищет тех, ищет, кого оправдать. Ищет того, кого потом прославить. Он даже не предполагал, что куст не только в огне не горит. Мошенник ищет куста в пустыне. Он не мог предполагать, вообще в голову ему не приходило, что куст может гореть и не сгорать. А еще максимум того, что он может с тобой говорить твоей ридной мовою твоих батьков. Абсолютный абсурд. Но он не хотел туда идти. Бог просто направил его против его еврейской воли. потому что у каждого еврея есть одно как бы такое высказывание. Там хорошо, где нас нет. Знаете, он как-то чувствовал. Мошен как-то чувствовал что если я там буду, хорошим это не закончится. Потому что когда я был там, для меня все кончилось плачевно. Я пошел овечек за селом. Мне 80-е уже минуло. А я еще пошел ягнята за селом. Вы поймите, это история, которая имеет историю призвания. Призвание Моисея не произвело спонтанных действий. Оно не произошло на спонтанном состоянии. Оно было предпределено Богом. Это призвание касается не только избранных людей. Вы скажете, конечно, есть какие-то особые люди. Билл Гейтс, там еще Ротшильд и Моишей, даже Павел и там еще другие. Вот это призванные люди. Это особенные призванные какие-то певцы, музыканты, бизнесмены, политиков, пасторов, призвания пророка. Вот это Божье призвание. Но я хочу вам сказать, я верю, что в этом здании есть призвание для каждого человека к служению. Здесь вы, каждый из нас, мы призваны к служению. Вы скажете, к какому? К простому. Давайте я скажу, служение добра, не зла. Писание говорит, делайте добро всем, а тем паче своим. Вы скажите, разве это не служение добра? Делайте добро. Служение щедрости, а не жадности и скупости. Служение милосердия, а не игнорирование. Служение вежливости, а не грубости. Служение мудрости, а не глупости. Служение добрых дел, служить простыми вещами. Просить прощения, когда вы не правы. Это тоже служение. Попробуйте всегда говорить, ну прости меня, я был неправ. Тебе не нужно призвание Моисея, чтобы сделать добро. Мне не нужно призвание Моисея, чтобы выводить тысячи людей, да, там еще каких-то вещей из плена, чтобы делать добро. А кого он приопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Для многих из нас, кто у нас еще в гостях, немножко, потому что наши люди приезжают к нам в гости чуть-чуть, посидели, попили чай и уехали. Мы даже говорим, что чай не попьете, попьем, но уедем. У нас человек, который помогал нам строить крышу, там, беседку в Черноморске, он говорит, когда началась эта вот Бобовна, да, у нас, когда начали эти взрывы и так далее, мы приехали гости. Мы прятались где могли, на следующий день они собрали все вещи и уехали. Он говорит, даже чай не попьете, он говорит, ваш чай себе оставьте сами. для нас, для нас, даже я обращаюсь сегодня или подросткам буду и ко всем нам. Окончание школы, колледж или университет это возможность вашего призвания в жизни. Вы скажете, а что делать, если мы все закончили и нету призвания? Продолжайте выполнять, учитесь всегда, служите. Мы не знаем, как наша жизнь повернет свой вектор, вектор перемен, как и мы не могли предполагать, что начнется война, что те, кому доверяли нашу территориальную безопасность, ее же нарушили. Мы не знаем, как жизнь повернется, но то, что я могу сказать, что независимо от повернувших нас обстоятельств, у Бога есть его призвание к каждому из нас. Как я уже сказал, делать добро это то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Кого Он избрал, то есть предпределил тому, чтобы призвать для себя в миссии. У нас у каждого есть миссия. И то, что Он оправдывает нас, тех, кто служит, для того, чтобы мы сделали оценку Божьей милости. И Он делает приопределение, то есть Он прославляет, Он ценит, Он хвалит. Это я могу тоже сказать о нашем президенте Украины, Владимире Зеленском. Бог его прославил почти среди всех мировых лидеров сегодня. За что? Разве это его было призвание быть в 95-м квартале? Вы думаете, он вернется туда? Вы услышите, о чем я говорю? Возможно, мы думаем, что то, что мы умеем, то, что мы делаем, то, что хорошо получается наше призвание, но у Бога есть немножко дальше. Кого Он приопределил, то есть чему-то сделать, того и Он призвал. А призвал данной ситуации нашего президента очень интересным способом. И все сказали, это шут. А кого Он призвал, того и оправдал. Оправдал. А кого оправдал, дал прославить. Его знают сегодня везде. И даже то, что Он не одевает, пока не закончится война, свой пиджак и галстук, наверное, в этом есть какой-то цемис. То, что Бог хочет утвердить. Это не только Он может быть прославлен, но и каждый из нас может быть Богом используем для Его цели, распространяя Божье Царство на земле. Давайте еще раз прочитаю Римлянам 8 глава, только чуть выше, 27 стих. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. О чем ходатайствует Дух Святой? Иногда мы не знаем, если мы не имеем истолкователя. Но Он ходатайствует за нас по воле Божьей, притом зная, что любящим Бога, призванный по Его изволению, все содействует ко благу. И вы скажете, все, значит, все содействует. Зачем тогда нам немножко суетиться, да, или там печалиться? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобный образу Сына Своего, дабы Он был первородным между братьями. А кого Он приопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против? Посмотрите, это мы вырываем иногда из Писания некоторые вещи, нам классно, но Он начинает дальше раскрывать всю тематику Своего призвания. Тот, который Сына Своя не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает. Кого оправдывает? Нас? Кого призвал? Нас? Если нас кто-то переживает, мы имеем переживание о прошлом, я оправдываю. И увидите, о чем я говорю. Кто будет обвинять избранных Бог оправдывает их? Кто осуждает? Машиех умер, но и воскрес. Он водесную Бога ходательствует за нас. У нас есть ходатай. Кто отлучит от нас любви Божьей? Скорб или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано? За тебя умиршляет вас всякий день. Считает вас за овец, обреченный на заклание, но все сие преодолеваем силою Всевышнего в нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей вешу о мессии Господе нашем. Никакая другая тварь, то есть тварюка, которая гнобится над Украина, не сможет нас отлучить от Божьей любви. Мы точно можем сказать, что кого Он предузнал, тем и предпределил быть подобными Сына Его. Другими словами, Бог не просто призывает кого-то из нас, но для Него важно преобразовать нас образ Своего Сына, Машеха. Он хочет, чтобы мы изменили свой характер. Характер еще важен для каждого призванного человека. Мало того, что Он видит человека, призывает для того, чтобы с Него формировать характер Мессии, понимаете, который служит. И, знаете, Моисей же был человеком кратчайшим из всех людей на земле. С каких пор? Задавали вопрос, каких пор? После того, как он был, уже в Египте. С его возвращением, с его подчинением, с его характером, который менялся на пути его возрастания. Числа, 12 глав, 3 стих. А цей человек, Моисей, був дуже лагедный, налегнейший за всех людей, які на земле. Он как тот майонез, лагедный. Куда закатил, туда намазал. Ну, что украинская такая мова? Я специально нашел этот перевод современный. Лагедный. Но он таким не был. И он не искал Бога, Бог его нашел. И Бог пытался его убедить, а он упирался в этом упорстве, он как раз и выговаривал свое нежелание сотрудничать с Богом. это называется лагедность? А-а, это бунт. Не пойду, не хочу, карт ляви, меня хотят убить, не буду, не знаю, как тебя зовут? Новый Завет отвечает на этот вопрос так же. не только Рав Шаул говорит, подражайте мне, как я Машеиху, то есть характер Машеиха, но сам Мишуа сказал, примите на себя мое иго и учитесь у меня, потому что я кроток и смирен с сердцем, найдете отдых душам вашим. Хотите успокоиться? Наденьте на себя характер Мессии. Украинская лагерная Украинская Возьмите мое учение Возьмите мое учение Возьмите его учение Навчайте в меня бо я лагерный лагерный покрыл и вы найдете отчинок душам вашим вашим и своим. Когда мы обращаемся к Богу, важно не запереться в своих четырех углах вашей хрущевки. Хотя я ничего не имею против хрущевок. Не дай Бог, это ваша квартира и это самое, это ваше дело. Но не закрывайтесь в коробочке, не пытайтесь Бога закрыть в этом ящике со всех сторон. Он больше, просто джинн. А джинн, если вы помните, это бесы, которые потереть немного его коробочку, и он выйдет, сказать, ты исполни твое желание. Бога так не бывает. Бог больше, чем ваше воображение. Это важно запомнить. Больше, чем можем представить. Когда Моисей спросил, что мне ответить, кто меня послал, здесь заключается интересный диалог. И Бог говорит, я послал. И наверное Моисей думает, ну, я понимаю, что ты послал, но что я скажу им, кто меня послал? Он говорит, я послал тебя. Я понимаю, что ты послал меня, но что им сказать, кто послал меня? Ну, я послал, я есть, кто тебя послал. Я понимаю, кто ты есть. Но как тебя зовут? Понимаете, какой там может быть диалог? И как раз вот в этом слове я есть или я есть заключается огромный спектр Божьего выконания, исполнения, кто он есть. И вот здесь фантазия начинает гулять. Он есть, Ягова Рафа, Ягова Ири, да, и моя защита, и скала, исцеление, обеспечение и так далее. То есть, как тебя зовут? Я есть твое обеспечение, я есть твое избавление, я есть твое исцеление. Я есть. Я буду, кем я буду. Тогда, когда тебе нужно, чтобы ты был, чтобы я был тем, ты хочешь, чтобы я был. Игова. И действительно, оно, так и звучит, я буду, кем я буду, в то время, когда тебе нужно, чтобы я был тем, кем ты хочешь, чтобы я был. Я буду твоим искуплением, избавлением, я буду твоим прощением, я буду кем я могу быть и должен быть в то время, когда тебе это необходимо. Моисею заняло время, чтобы согласиться, как и многим из нас. Нам иногда нужно время, чтобы согласиться с Богом о нашем-то и призвании. Мы упираемся, друзья, мы упираемся делать добро, мы упираемся быть волонтерами, мы упираемся помогать, мы упираемся быть хорошими, добрыми людьми. Мы упираемся. И нам немножко проходит время, пока нас убедить, что это нормально. Быть, как его сын. Подражать Машеиху. Как я уже говорил, Моисей был самой центральной фигурой формирования еврейского общества, на котором потом и сейчас держится вера наших отцов. взяв на себя миссию освободителя, Моисей как раз миссию Израиля, то есть миссию Израиля. Слово Машеих, да, это как избавитель. Помазанный. И вот он берет на себя помазание, вывести Израиль из египетского рабства. Моисей за спиной своей еще нес и прошлое. Что вы понимали. Никто нашу память не стирает, когда мы приходим к Богу. Это не как там не люди в черных. Посмотри на меня. И ты забыл, кем ты был. Мы все помним. Мы помним обиды, помним наши страхи, мы помним наши переживания, наши успехи и наши падения. Моисей, идя в Египет, он подчинился воле Всевышнего. То есть он согласился с этим, с этим призванием. Он еще не знал, что оно будет, потому что Бог ему не сказал, послушай, ты иди. Когда тебя спросили, что пришел, скажи, я пришел за народом, отпусти мой народ. Когда тебя откажут, скажи, ах так, первое будет наказанием вам от Бога. Вот завтра начнется. У него не было сценария, прописанного Богом. У Бога был сценарий, в Моше не было, как и для многих из нас. Мы когда идем, наше призвание, наше успех, мы не знаем, что Бог приготовил для любящих его. А когда нам сильно плохо, так что, ты меня так сильно любишь? Спасибо. А в Моше не было сладко. Он пришел, сказал, а потом народ сказал, ты что туда влез? Из-за тебя, из-за твоих слов, нам еще больше дали работы. О чем нужно было думать? А помните того еврея, который, когда Моше вклинился в разборки их и ему говорят, ты что хочешь, кого-то из нас тоже угрохнуть, как ты угрохнул египтянина? Это не стирается с памяти. Абсолютно. Ноль. И вот он идет с этой миссией освобождения и на нем идет тяга. Тяга, вот эта тяжесть, Бог говорит так, о том, как я, если вдруг увижу ту семью, которая потеряла свое кормильство, египтянина, что мне им сказать? Мне Бог сказал его грохнуть. Не пойдет. А тем, кто дрались с эти евреи, меня нагнули и послали меня. А что сказать другим судьям, которые узнали, что я сбежал и мне уже выписан этот орден на арест? Даже братья, когда они пришли, помните, упрекали его за жену, которая, он был женат. Знаете, как это звучит? Это как у меня получилось, когда я взял предложение Татьяне и рассказал себя там в семье, и моя бабушка, давайте, говорит, Атью, говорит, А что, у нас нету девочек нормальных? Что нужно было в Молдову ехать, куда-то, там искать? Что наших нету? Ну, та же история, и братья, и сестры, и мы, а что, на ком женился? Что наших девочек нет? Знаете, как сказать, что ты женился по любви? Ну, как объяснить маме, что ты женился по любви? Я не буду продолжать, потому что люди обижаются, когда я говорю следующие вещи. Как много из нас мы чувствуем, что мы призваны Богом изменить мир, и это что-то важное для нас. Здесь написано на футболках, мы специально сделали подросткам, смени сэсвит. Мы призваны изменить мир. Тикуналам. На наших футболках мы написали это с четким пониманием. Но иногда, когда мы призваны к каким-то переменам, нас удерживает наше прошлое. Я не знаю, какие ваши ошибки. Может, ложь, внебрачный секс, порнография или кража, измена или предательство. вы просто застряли в клетке своего прошлого, в этой коробке как Моисей, который упирался, не хотел исполнить свое предназначение, потому что тяжесть прошлого не стирается с нашей памяти. И нас очень часто это тормозит. Каким я был? И часто говорят, таким я и остался. Как я могу избавиться от моего прошлого, то, что я наделал? Как я могу служить людям и делать изменения в этом мире, когда мое прошлое меня преследует? Вы знаете, пана Зеленского тоже прошлое было. И когда мы встречались с многими людьми, его по телевидению везде смешили, клоун, юморист, ничего больше не знает, к кому насмехаться, даже вырывает сегодня какие-то его выступления и так далее, и тому подобное. Ну, это прошлое, он, наверное, и понимал, что это может его и потом преследовать, не остановило его и не дало возможность ему сбежать во время самое трудное время нашей страны. И он сказал, я не струшу, я не буду смотреть на наше прошлое, мое прошлое, я живу в настоящем, я беру ответственность за сегодняшний день, а завтра я буду решать то, что будет на завтрашний день. Я не знаю, какие ошибки у вас, что препятствует вам служить людям, что не дает вам возможность изменять вокруг вас мир. Вы уже застряли в своей клетке, сделанной ошибок. На обратной стороне футболки есть наверное рецепт как изменить свой мир. Мы написали его специально, чтобы люди или дети увидели. Там написано люби Бога и люби людей. На двух заповедях весь построен, весь в тонах. Все описание на двух заповедях. Люби Бога, люби народ. Моше решил, что он влюбился в Бога, который тебя поддерживает, который с тобой, который говорит, я тебя не покину, не оставлю. Я с тобой. И он полюбил людей, несмотря на свое прошлое, обиды, унижения, вердикт, он пошел туда, чтобы любить людей, чтобы дать им свободу. Важно заметить, что Авраама был сын от Бога Ицак. У Ицака было два, то есть двойня, Исав и Яков. И часто проповедники вспоминают встречу Бога с Яковом, где произошла борьба по Нуэль. И после этой встречи имя Якова было изменено на Израиль. Это родоначальника Якова и сегодня существует Израиль. Именно когда говорят, что мы тоже дети Авраама, да, действительно, обетование Авраама, оно остается со всеми людьми, которые даже христианами, но обетование Якова, которое Бог дает изменения, он меняет на Израиль. с этого момента уже не народ пустыни, да, или там Авраама, а народ Якова. И вот это Израиль. И даже когда Иосиф да, позвал семью, говорит, и позовите Израиль. Его имя изменил Бог. Древнееврейское имя Израиль переводится как Богоборец. кто-то хочет быть богоносцем, тяжело камень носить. Помните, кто хочет Иосифа поднять, надровет пупок, не нужно Бога носить. Слышите? Израиль, он боролся с Богом. Я не имею в виду, что он сильно с ним в рукопашную пошел, левая, левая, правая, правая, да? Я думаю, что там, если Бог вглубновение демонов всех, да, сверх, и херувима осеняющего, то ничего сложного было с Яковом побороться. Я не думаю, там совсем другие моменты, но в этот момент борьба была Якова с Богом относительно кто он, его прошлого. Имя Яков это следующий схватившийся запятую. Часто говорят, больше как он был лжец, переводят. Его имя было лжец или хитрый. Кто-то говорит, да, он искусный. У Бога нету к Моше проблемы. Услышите? Он посылает его, не говоря ему о его прошлом. Смотрите, он говорит интересную фразу, что меня очень как бы сильно впечатлило. Вот что ты скажешь израильтянам, то есть потомкам Якова, да, и он говорит, скажи израильтянам, не яковлянам, скажи богоборцам одну вещь. Иегова, Бог ваш, предков, ваших предков, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Здесь нету этих слов, я бы зачитал по-другому. Он же не говорит бог отцов, предков ваших, бог Авраама, бог Исаака, бог Израилева. Хотя в некоторых местах бог Израиль, мы говорим бог Израилева. Конечно, это часть израильского народа, но он не говорит бог Израиля. Знаете, почему? Потому что Бог оставляет для нашего рассуждения наше прошлое. Он говорит, ты мне нужен таким, как есть, своим прошлым. имя моё навеки и под этим именем меня будут помнить все поколения. Вам может стать это откровением. Бог говорит, напоминает, что если ты застрял в прошлом, то это не приговор. Бог не отрекается от тебя и то, что ты сделал, как это сделал Яков. Украл первородство, обманул отца, хитро обогатился, скрыл обман или что-либо другое. Бог призывает нас к изменению мира, текумалам, ведь прошлое не может нас удержать от нашего предназначения. Это время перемен. Это твой и мой час жизни. Все, что нужно для нас поговорить с Богом. Где Бог ищет нас. Когда мы делаем ошибки, мы не ищем Бога. В этих ошибках Бог ищет нас. Он стучится к нам. Мы не спрашиваем Его, делать мне это или не делать. Это вообще-то плохое. Вообще все не очень хорошо. Я все буду делать. Ты мне разрешение не даешь? Мы так не делаем. Мы делаем, а потом мы чувствуем, что Бог к нам стучится. Давай поговорим. Если Бог еще добавит в твоей жизни путь немного работы, то я даже смогу выполнить свое призвание. если Бог вам даст немножко работы для того, чтобы вы совершили свое призвание, то я буду чувствовать, что мое призвание, оно каким-то образом совершилось. поэтому Павел говорит римлянам 8 глава 30 стих а кого предопределил тех и призвал, а кого призвал тех и оправдал, а кого оправдал тех и прославил. Все, что нам нужно это примириться с Богом. Сегодня вот взять и чувствуя, что ты призван чему-то, каким-то великим делам, может быть добрым делам, совершение какой-то митвы, ситуации. И тебя тяготеет твое состояние, которое ты сделал вчера, третьего дня. Бог говорит, подойди, давай поговорим. Почему ты не хочешь пойти и изменить чему я тебя призываю? не стоит оправдоваться и принимать как есть. Все, что мне нужно, это поговорить с тобой. Дайте ему шанс. И шоу говорит, возложите на меня ваши трудности, события, переживания. Я опекусь об этих вещах. Все, что вам нужно сказать, я слаб, и мне нужна сила. А эта сила берется только там, где мы называем Голговский крест. Где мы понимаем, что все мироздание, весь грех мира лег на него и там в том же числе и мой грех. А ранами его мы исцелились. Сегодня нам нужно исцеление для того, чтобы создать себе возможность исполнить Божье предозначение. И вот в этом состоянии сейчас, когда вы есть, я не буду призывать сегодня вас выйти вперед. Сейчас будет звучать пославление, поклонение. Сегодня причастие еще ко всему. Подумайте, что препятствует вам, где вы находите оправдание, не дело того, к чему призывает вас Бог. Почему у вас такая борьба идет? Когда вы четко знаете, что Бог вас преопределил, призвал, оправдал и Он обещает прославить. Через ваши добрые дела, через ваше служение, через то, что вы можете сделать своими руками, где вы чего-то не сделаете, когда вам сильно хочется нагрубить вашему соседу или еще что-то такое. И это тоже сила. Абба, Спасибо тебе за эту возможность. Возможность для нас исполнить свое предназначение. как я рад, что у меня есть Тот, кто меня оправдывает. Водесную Отца Он ходатай за меня. Нет ни одного человека, который бы не согрешал или не грешил. Падаем, но твои руки, Господь, дают возможность нам встать. И в это время, Господь, когда мы где-то упираемся, ищем оправдания своей некомпетенции, у тебя есть, Боже, у тебя есть ответ. Хаэль Шальгам, Хагэль Шемгам, Аныгам. Я тоже соглашаюсь с твоим направлением, с твоим призванием, с твоим характером, даже на пути мне нужно его менять. как Моше стал кратчайшим лагерным человеком на земле. Сделай из меня наверное вот такой майонез где-то сбить, где-то прокрутить, где-то меня расслабить, чтобы мы были гибкими к ситуациям, в которых мы находимся. чтобы я мог Господь сказать не я живу, но живет во мне Моше и живущий во мне Моше сегодня способен изменить мир, ситуацию. Слава, слава, слава Тебе. Редактор субтитров Корректор А.Егорова